И снова здравствуйте! С вами Последние новости. В этом выпуске мы расскажем о невероятной истории, которая произошла с Александром Логиновым. Средства массовой информации пишут, что председатель Тренерского совета Союза биатлонистов России Максим Кугаевский рассказал невероятную историю. Якобы Логинов не выступил на чемпионате Европы из-за ошибки чиновников. Его хотели заявить на субботний спринт сверх положенной квоты. Своими размышлениями Максим Кугаевский поделился с изданием «Тюменская арена». Некомпетентность некоторых руководителей Союза биатлонистов России просто зашкаливает. Еще три дня назад я предпреждал президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны. Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пассюте. А для того, чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте. В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать, и Саша просто отправляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает. «Теперь представьте состояние лидера сборной России», — так сказал Кугаевский изданию «Тюменская арена». О том, что Логинов не побежит спринт и, следовательно, гонку преследования, стало известно в пятницу ближе к вечеру. Хотя именно ради этих гонок биатлонист прилетел в Минск после утопительных этапов Кубка мира в Северной Америке. «Логинов будет отдыхать и восстанавливаться, поэтому не выступит на чемпионате Европы. Он находится в нормальном состоянии», — сказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. То, что произошла бюрократическая ошибка, подтвердил и личный тренер Логинова Александр Каспирович. «Это ошибка руководства Союза Бетлонистов России и главного тренера», — сказал Каспирович. «Логинов никак не имел права стартовать на чемпионате. Он вчера улетел оттуда. Что он там будет делать? Есть определенный регламент тренировок, а ему нужно полноценно готовиться. Скоро стартует чемпионат мира в Швеции в Эстерсунде с 7 по 17 марта. Это основной старт. Будем целенаправленно готовиться к нему. Ничего страшного не вижу, что он пропустит чемпионат Европы». Вся эта история в любом случае некрасива, ведь кто-то же должен следить за подобными ситуациями и разрешать их. А мы желаем Александру Логинову здоровья, позитивного настроя и ждем от него новых ярких выступлений. Он сильный и волевой спортсмен. Он справится со всеми трудностями. До новых встреч!